Добрый день, уважаемые друзья! Вы на канале On The Bike, где мы разговариваем о всем, что связано с велосипедом и велотуризмом. И сегодня у нас уникальная двойная премьера. Мы первыми в России делаем обзор на велосипед, который впервые приехал в Россию. Встречайте туринговый Гревел Бэнд Р5 от компании Polygon. Интересно? Тогда ставь лайк и подписывайся. Наш канал молодой и ему не помешает твоя поддержка. При первом взгляде на этот велик понимаешь, что это некий гибрид туринга и грэвела. Несмотря на то, что на Бэнде стоят нестандартные колеса 650B, это 27,5 дюймов, на него можно поставить и 700C, что делает этот велосипед более универсальным. Особенно если у вас есть две пары колес разного размера. Стоит это чудо 1949 долларов. Это около 160 тысяч рублей. Кстати, если будет интересно, то посмотрите наш ролик об истории бренда Polygon, перейдя вот по этой вот ссылочке. Ну а теперь переходим к спецификациям велосипеда. Дизайн рамы довольно минималистичной. В единственной серебристо-коричневой расцветке с камуфлированным принтом на вилке и на нижней части рамы. Это, кстати, мне напомнило велосипед Sincline C3, на который мы делали обзор. Если для контрийника такая расцветка была очень сомнительная, то для туринга она вполне вписывается в концепт. Рама выполнена из алюминиевых труб 6061 сплава с тройным баттингом, что делает ее легкой и при этом очень прочной. Швы проварены очень качественно. Рулевой стакан здесь конический. Велосипед доступен в трех размерах S, M и L и подходит для ростовки от 150 см до 190 см. На раме бенда реализовали скрытую проводку тросов, включая регулируемый дроппер. Очень здорово, что крепление колес у велосипеда на осях как спереди, так и сзади. Имеется возможность установки полноразмерных крыльев. Защита цепи отсутствует, раму в этом месте защищает обычная бронепленка. Если смотреть фото велосипеда на официальном сайте, то вы увидите отсутствие бонок снизу на нижней трубе. На самом деле они есть. Да и сверху бонок не две, а целых три. Ну и конечно очень хотелось бы видеть две боночки на верхней трубе, но это личные мои хотелки. Рама спроектирована так, что допускает использование колес размера как 650B, так и 700C. За счет большого грязевого просвета на велосипедах серии Band можно без труда поставить МТБшную резину размера 27,5 дюймов. А это в свою очередь дает ряд плюсов. Первое – это увеличение амортизации, лучшее сцепление с грунтом, использование технологии Tubeless Ready, так как больший объем покрышки не так быстро сдувается. И еще возможность приспустить покрышку на осыпучем грунте. Как видите, использование 27 колеса делает байк более универсальным, практически не теряя в накате. Нас очень часто спрашивают про вес велосипеда. Вес этого велосипеда 11,2 кг в размере М без багажников и без педалей, а в полном обвесе он весит 12,6 кг. Ну а теперь поговорим о багажниках. Они очень легкие, сваренные из алюминиевых трубок сечением 10 мм. Подпружиненных прищепок здесь нет. Передний багажник закреплен на вилке в трех точках, две из них по бокам вилки. Форма боковых рамок такова, что полностью защищает колесо и диск от попадания в них сумок. Задний багажник имеет грузоподъемность 18 кг и позволяет закрепить как боковые навесные сумки, так и однообъемные велоштаны без риска попадания в колесо. Переходим к вилке. Она выполнена из карбона с коническим штоком и креплением колеса на ось. Проводка кабеля тормоза скрыта внутрь ноги. Есть возможность установки полноразмерного крыла. Если вы не хотите использовать передний багажник, то возникает вопрос крепления боковых держателей снаряжения, так как бонка здесь всего одна. Конечно, навесное снаряжение можно будет закрепить посредством специальных креплений, например Versa Mounted Topic, но всё же жаль, что в этом месте поставили одну бонку, а на второй сэкономили. Рассмотрим трансмиссию. А она здесь весьма неплохая. На велике установлен задний переключатель Shimano GRX RX812 на 11 скоростей с блокировкой. Управление происходит удобными комбо-ручками специальной гравийной серии Shimano GRX RX810 с микрорегулировкой на рубашках. Правая отвечает за задний переключатель, а левая, что очень необычно, за удалённую регулировку дроппер. Передний переключатель отсутствует, при необходимости его можно установить, но ради этого придётся пожертвовать удалённой блокировкой дроппера с комбо-ручки. Велосипед приводится в действие интегрированной четырёхлапой системой провил с шатунами 170 мм, одной ведущей звездой Nero White на 38 зубьев и кареткой с выносными промподшипниками. Кстати, напишите в комментариях своё мнение о том, какое количество ведущих звёзд на системе для туринга вы считаете предпочтительней. Кассета установлена также от Shimano, но это уже калиперы SLX 7000 серии с диапазоном от 11 до 42 зубьев. Цепь от KMC X11 с быстроразъёмным замком. Теперь пройдёмся по гидравлической тормозной системе. И здесь у нас всё просто замечательно, на тормозах экономить не стали. Калиперы GRX RX 810. Они хорошо защищены сзади конструкции рамы, а спереди низкая рамка и багажник. Тормозные ручки GRX RX 810. Тормозные диски Shimano SM-RT26 на 160 мм под шестиболтовое крепление. Ну а что с филсетом? Колёса укомплектованы покрышками V-Tire Rail размером 650 на 47C с MPC Compound и облегчёнными боковыми стенками. Это универсальная гревелорезина с хорошим боковым грунтозацепом и большим пятном контакта. Обода двойные, пистонированные, GX-диск 650B на 32 спицы, шириной 26,5 мм и отверстием под ниппель Presto. Подтверждение бескамерного использования на покрышке и на ободе мы не нашли, так что этот вопрос, к сожалению, остаётся открытым. Втулки хоть и безымянные, но на осях. 100х12 спереди и 143х12 сзади с шестиболтовым креплением дисков. Теперь посмотрим на кокпит. Руль алюминиевый Entity Expert. Поскольку это туринг, ширина руля уже обычного гравийника. 380 мм по монеткам и 450 мм по краям. С небольшим флером в 15 градусов. Вынос Entity Expert длиной 85 мм и подъёмом в 5 градусов, под которым находятся три проставочных кольца для регулировки высоты руля. Очень приятная цепкая и мягкая обмотка, которая будет хорошо гасить мелкую вибрацию. Седло Entity длиной 280 и шириной 140 мм с анатомической выемкой посередине. Велосипед укомплектован дроппером TransX с течением 27,2 мм, длиной 405 мм и рабочим ходом 110 мм, который имеет удалённую регулировку. Подседельный хомут под 5-мм шестигранник. Это позволит без труда проходить технически сложные участки пути, не слезая с седла велосипеда. В комплекте к велосипеду идут плоские пластиковые педали, которые можно установить как педальным ключом, так и шестигранником на 6 мм. Их вес 310 грамм. Что ж, давайте подведём итоги. На мой взгляд велосипед получился довольно интересный. Минус у пятого бенда всего один. На ногах вилки стоит всего по одной бонке, что заставит повозиться с креплением навесного снаряжения, если вы не собираетесь использовать передний багажник. А вот плюсов набралось довольно много. В первую очередь это навеска и гидравлические тормоза Shimano GRX 800 серии. Дроппер с удалённой регулировкой, хорошая резина, колёса на осях, интегрированная система и целых два багажника в комплекте. Ну а что касается ширины руля и размера колёс, то это исключительно дело вкуса. При желании можно и поменять. В зависимости от вашего стиля катания и профиля местности. В сравнении с конкурентами это вполне неплохое предложение и я рекомендую присмотреться к нему. Обязательно пишите в комментариях своё мнение об этом велосипеде и не забывайте приводить примеры конкурентов по схожим характеристикам и цене. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Также нас можно найти вконтакте и в телеграм. Ссылки есть под видео. Всего вам наилучшего, путешествуйте налегке и с комфортом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok